О чём говорит налёт на языке, опасен ли налёт и как от него избавиться? Ни один человек не застрахован от разнообразных проблем со здоровьем, даже при абсолютном соблюдении необходимых правил гигиены. Многочисленные патологические процессы всегда протекают и проявляются по-разному, поэтому зачастую о проблемах какого-то из внутренних органов могут свидетельствовать визуально заметные признаки. Например, у многих людей мучает такая проблема, как налёт на языке. Как известно, слизистая полость рта является бактериальной средой. Она благопрепятствует жизнедеятельности вредоносных микроорганизмов и их размножению, а также наслоению на поверхность отмёрзших частиц эпителия и продуктов питания. Всё это скапливается между сосочками языка на нёбе или щеках. И образование на языке, как правило, появляется чуть раньше прочих клинических проявлений. Не обращать внимания на изменение состояния языка и появление новообразования на нём – огромная ошибка. Каким может быть налёт? Почему он появляется и на что указывает? Существует несколько классификаций налёта, возникающего на поверхности языка человека. Иногда он может не иметь никакого отношения к заболеваниям, а иногда сулит о серьёзных осложнениях, нарушении работы органов. Чаще всего налёт – физиологическое явление, не являющееся предвестником патологии. Он образуется по банальным причинам – нерегулярность соблюдения правил гигиены зубов и полости рта, злоупотребление пагубными привычками, курение, алкоголь. Гипосоливация – изменение структуры и количества слюны, недостаток жидкости. Такой тип налёта стабильно замечается по утрам из-за развития бактериальной флоры в ротовой полости во время сна. Слюна активно борется с бактериями и препятствует их размножению, но при её дефиците патогенные бактерии быстро распространяются. Безобидный налёт характеризуется бледным оттенком жёлтого или белого цвета, прозрачностью, отсутствием резкого неприятного запаха. Но если наслоения как-то изменяют цвет или консистенцию, долго не исчезают после утренней чистки и завтрака, обладают зловонным запахом, это повод обратиться к врачу. Свидетельствовать о недуге может образование толстого слоя налёта серого, зелёного, бурого, голубоватого или жёлтого цвета, творожества и плотного осадка, белой плёнки или даже пены на языке, изменение вкуса, сухости, полости рта, кровоточивость дёсен и недомогание. Здесь большую роль играет и локализация налёта, ведь она характерна для отдельного заболевания, относящегося к определённому органу. Вот что может сказать дислокация образования. Корень языка – основание. Это местоположение может говорить о проблемах работы кишечника, к примеру, засорение толстой кишки шлаками и токсинами. Края корня сулят почечными нарушениями. Если треть языка, начиная с основания, покрыта налётом, то это может стать симптомом воспалительных процессов горла, носоглотки и лёгких, часто признаком бронхита. Середина языка. Налёт по центру предвещает болезнь желудка, а тонкая полоса строго по центру – заболевание позвоночника, боли в шейных позвонках, средней или нижней части спины. Налёт с правого края говорит о патологии поджелудочной железы, а собственно с левого края – печени. Кончик языка. Недоброкачественные скопления на конце – предвестники слабой работы сердца. Как избавиться от налёта на языке? Чтобы устранить дискомфортный осадок, достаточно ежедневно соблюдать элементарную гигиену и прочищать зубы и язык утром и вечером. Для процедуры желательно приобрести отдельную щётку или специальный скребок для языка. Также чистить язык можно с помощью серебряной ложки. Для избавления от налёта рекомендуют регулярно ополаскивать рот после каждого приёма пищи. Делать это можно обычной водой, но лучший эффект даст солёная или содовая вода. В качестве антибактериального средства отлично подойдут отвары лечебных трав или специальные ополаскиватели, которые можно приобрести в аптеке. Ещё один действенный способ из народной медицины – полоскать рот растительным маслом. Однако при обнаружении злокачественных проявлений стоит обязательно обратиться к специалисту. Врач благодаря диагностическим обследованиям определит характер заболевания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, если вам понравилось, пишите, если что-то не понравилось. Будьте здоровы и не болейте!